Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новую подборку интересных новостей на нашем канале. И сегодня вас ждет Илон Маск, который планирует начать внедрять людям чип в мозг до конца 2021 года. А компания Tesla в этом году планирует выпустить 2500 электрогрузовиков Semi. Миллиардер Джефф Безос решил уйти с поста главы Amazon. Boston Dynamics показала, как робопес Spot наслаждается жизнью. Коптер Elaudo Airspeeder готовится к первым в мире гонкам летающих болидов. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно подписывайтесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Стало известно, что компания Neuralink планирует в этом году приступить к испытаниям на людях своего имплантируемого в голову устройства. Об этом заявил глава компании Илон Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей сети Twitter. Ранее он также сообщил, что специалисты компании сумели имплантировать прототип устройства Neuralink-обезьяни, благодаря чему она научилась управлять объектами в компьютерной игре при помощи нейронных импульсов. Neuralink прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность имплантов, и находится в тесном контакте с FDA, управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Если все пойдет хорошо, мы сможем провести первые испытания на людях в конце этого года, заявил Маск в ответ на сообщение пользователя, который предложил свою кандидатуру для проведения клинических испытаний импланта. Напомню, что основанная Илоном Маском компания Neuralink занимается разработкой имплантируемого в голову устройства, делающего возможным преобразование нейронных импульсов в команды, которые понятны компьютеру и другим частям нервной системы организма. На начальном этапе в тестировании прототипов импланта участвовали свиньи, после чего устройство имплантировали обезьяне, а в дальнейшем к этому процессу будут привлечены люди. Один из поставщиков компании Tesla раскрыл планируемый объем производства электрогрузовиков Semi, который должен встать на конвейер в третьем квартале нынешнего года. Кузов Semi будет выпускаться на заводе Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния. Но окончательная сборка, как ожидается, будет организована на фабрике Tesla Giga Factory в штате Невада или Tesla Giga Austin в штате Техас после завершения ее строительства. Подробности станут известны ближе к началу производства. Первая опытная партия Semi будет собрана уже в мае нынешнего года. Опытно-серийное производство начнется в июле, а полноценное серийное производство стартует уже в августе 2021 года. К концу августа планируется выпустить около 350 грузовиков, после чего объем производства будет постепенно увеличиваться до 100 автомобилей в неделю к концу 2021 года и до 500 автомобилей в неделю к концу 2022 года. В текущем году Tesla выпустит 2500 Semi, а в 2022 – 10000, в 2023 – 25000, включая европейскую версию. В 2024 году объем вырастет до расчетных 25000 электрогрузовиков в год. Основатель американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что покинет пост генерального директора компании до конца 2021 года. Формально он отойдет от прямого операционного управления, но по факту сохранит контроль над одним из своих основных активов в новой должности исполнительного председателя, который, как пишут западные СМИ, Безос фактически создал под себя. На посту Сео Джеффа Безоса сменит нынешний гендиректор подразделения AWS Энди Яси. В своем обращении к сотрудникам Amazon основатель объяснил свой уход с поста Сео желанием уделять больше времени своей аэрокосмической компании Blue Origin и другим проектам, включая The Day One Fund, Bezos Earth Fund, The Washington Post, а также прочим увлечением. Рискнем предположить, что именно Blue Origin должна больше остальных выиграть от этого решения. Одновременно Безос подчеркнул, что это не отставка в привычном понимании. На посту исполнительного председателя я продолжу участвовать в принятии решений по ключевым инициативам Amazon, но при этом у меня появится больше времени для других проектов. Еще никогда я не чувствовал такой прилив энергии и сил, как сейчас, и это вовсе не отставка. Я супер воодушевлен тем, какое влияние на мир могут оказать эти организации. Безос объявил о своей фактически технической отставке с поста Сео одновременно с публикацией финансового отчета Amazon. В 2020 году интернет-ретейлер нарастил выручку на 38% до 386 миллиардов долларов. Boston Dynamics, принадлежащая ныне корейскому автогиганту Hyundai, продолжает удивлять все новыми возможностями своих роботов. Компанию знаменитому человекоподобному Atlas уже давно составляет четвероногий робопес Spot, возможности которого выросли благодаря добавлению роботизированной руки. С ее помощью Spot может выполнять работы по саду, пользоваться выключателями и водопроводными кранами. При этом движение руки манипулятора и других частей тела автоматически координируется между собой, что упрощает выполнение задач и расширяет границы рабочего пространства. Одно из последних забавных достижений Spot – умение скакать через скакалку с помощью двух других роботов, не делая ошибок. Как сообщает в Boston Dynamics, новые возможности Spot – результат обновленного интерфейса прикладного программирования для работы с манипуляторами, который поддерживает автономность и пользовательские приложения. Совсем скоро пользователи получат новый планшет для контроля удаленных операций. Отдельные экземпляры Spot уже поступают в продажу по цене 74,5 тысячи долларов, без расширенной гарантии и дополнительной батареи. Впервые компания Elaudo Aeronetics сообщила о намерении создать серию летающих гоночных электромобилей более трех лет назад. В результате была создана и представлена действующая модель скоростного электромобиля Airspeeder MK3. В 2021 году предполагается участие MK3 в реальных гонках, где конкуренцию ему составит еще 10 аналогичных летающих электромобилей от Elaudo Aeronetics. Гонки станут своеобразным испытательным полигоном, дающим возможность специалистам компании получить необходимую информацию о динамике транспортных средств, производительности и возможностях технологии. В дальнейшем благодаря этим данным будут усовершенствован дизайн и технические характеристики летательного аппарата, что критически важно будущим пилотам-гонщикам МК-4. Однако первое время машины будут управляться дистанционно. МК-3 чем-то напоминает гоночные болиды Формулы 1 60-летней давности. Он оснащен облегченной прочной и жесткой рамой и обтекаемым фюзеляжем. Общий вес аппарата без пилота составляет 100 килограммов. Ожидается, что 96-киловаттный электродвигатель сможет обеспечить машине скорость в 120 километров в час. А х-образная схема расположения восьми несущих винтов – возможность совершать крутые виражи, как на Формуле 1. Ограниченные возможности источников питания предполагается компенсировать с помощью технологии быстрой замены батареи. В компании надеются, что первый пилотируемый болид Airspeed Mk4 увидит свет уже в будущем году. Его расчетная максимальная скорость возрастет до 160 километров в час. А до сотки он сможет разгоняться, затратив чуть более двух секунд. В воздухе он сможет находиться порядка 20 минут на высоте 60 метров. От столкновений на воздушной гоночной трассе его уберегут 8 камер и 22 датчика, включая лидер, радар и высотометр. Даты гонок Airspeed Mk3 еще неизвестны. Однако уже в ближайшие дни в команды соперники прибудут 10 пилотов-гонщиков примерно одного класса. На этом я буду заканчивать, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и не забудьте написать комментарий внизу. Также не забывайте подписываться на все наши полезные ресурсы по ссылкам в описании. Ну а я желаю вам отличного настроения, друзья. Мощной рабочей недели. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok